Я знаю себя, я понимал, что я, скорее всего, через какое-то время выгорю, и написал порядка, не помню, по-моему, 500 писем, имейлов, просто разослал, и со своим портфолио, ну, до 100 долларов в месяц, то есть вот такое. С обеих игр, да, получается? С обеих игр. Я вложил порядка 6 тысяч, почти 6 тысяч долларов, на самом деле. Сходу, да? И какой у тебя план действий? Здорово, народ, с вами Глешаков. Сегодня у нас еще одно крутое интервью, у нас в гостях Иван Панасенко, YouTube-блогер, но главное, геймдев-разработчик. Иван, привет. Привет, привет. Смотри, Иван, давай начнем, я просто изучил твой YouTube-канал, вот, и понял, что все начиналось у тебя с того, что ты занимался по факту анимацией, да, 3D-анимациями. Да, да, верно. Скажи чуть-чуть про этот этап, с чего ты начинал. Я в целом начал заниматься графикой компьютерной где-то, наверное, в году 2008-м, тогда это было просто хобби какое-то, я тогда еще учился в университете. Чуть позже, наверное, может, 10-го года я, наверное, начал фрилансить, после этого я нашел несколько, ну, по факту, большую часть времени я, наверное, фрилансил. Потом я какое-то время проработал в компании в Киеве, после этого, в целом, то есть до сих пор, я до сих пор еще работаю и 3D-художниками, и аниматором. И, ну, сейчас, наверное, уже в меньшей степени, потому что раньше был какой-то такой запал, сейчас он уже прошел, вот. Ну, я очень много работал, начиная, наверное, с 2011-го года, очень много фрилансил, делал именно синематиков для разных игр мобильных в том числе. Вот, поэтому как-то это, наверное, было зачатком того, почему я в итоге стал заниматься играми. То есть ты делал, ну, фрилансил, параллельно немножко снимал видосики, да, ты там какой-то мини-сериал делал, то есть какие-то, или это скорее было просто как твое портфолио? Это было, на самом деле, да, то есть все началось с того, почему я начал делать там ютуб-канал, потому что мне нужно было портфолио, допустим, для того, чтобы для тех же фриланс-проектов, для поиска заказчиков, для поиска работы, мне нужно было портфолио, я снимал, вернее, если не снимал, делал видосы, делал анимации, плюс я параллельно учился анимировать и просто выкладывал у себя на ютуб-канал для того, чтобы это все где-то хранилось. Понял, и как-то постепенно ты приблизился к тому, чтобы сделать игру, то есть что вот стало мотиватором? Это прям, ну, тут игру я начал делать, на самом деле, вот свою первую, мы начали ее делать, даже вот та игра, которую я сделал сам, да, в 2017 году я начал ее делать, которая называется Ailment, на самом деле была до этого еще была история, когда мы с другом вдвоем попытались сделать мобильную игру, это был 2015 год, мы сделали какое-то, это какая-то была такая летающая степень, стрелялка с видом сбоку, мы там проработали над ней, там, не знаю, не помню даже сколько, может, месяца три, мы сделали там 10 уровней, она была супер примитивная, мы ее даже разрезили на Google Play, но мы тогда вообще абсолютно не знали ничего о монетизации, то есть это прям все было сделано на коленках, и в итоге... Что? Не поперло, говорю, получается. Не поперло вообще, мы просто, и мой друг очень сильно разочаровался в тот момент, подумал, он сказал, здесь денег нет, в этом вообще нет никакого смысла, и мы в итоге сделали 10 уровней, а-ля с обещанием, что мы будем там продолжать делать другие уровни, но мы просто забили и все, и оставили это, отложили в долгий ящик и никогда к этому не возвращались. И потом, в 2017 году, я подумал, ну, может быть, он был не прав, мой друг, да, потому что он тогда, мне казалось, что его мнение такое прям супер авторитетное, и я подумал, ну, наверное, прав. Потом, в 2017 году, я решил, что я хочу попробовать сделать сам, тогда, в принципе, никаких навыков, то есть я в первой игре, которую мы с ним делали, я только рисовал, делал анимации, и на тот момент я стал, в принципе, изучать вот немножко движок Unity, да, то есть это там, ну, совсем на каком-то очень базовом уровне, а он уже занимался кодом. И вот в 2017 году я подумал, я думаю, попробуй-ка я сам по кодить, и я нашел какие-то уроки на YouTube, потом очень нашел неплохие курсы на udemy.com, вот, я скачал пару этих курсов и стал просто по чуть-чуть заниматься вот именно конкретно программированием, там были какие-то вот разные жанры игры, такие очень примитивные, там платформеры был какой-то, еще какие-то другие были игры. И я по чуть-чуть, по чуть-чуть встал вот так вот на протяжении там каждого дня, там выделял там, не знаю, по 3-4 часа, может, больше даже, и сидел кодил, вот, и параллельно рисовал графику сам. То есть там, в принципе, на самом деле, как я делал. В этих курсах обычно там уже есть предполагается, что там какая-то графика, уже есть какие-то ассеты, которые можно, в принципе, использовать, и все, что нужно делать, это кодить по факту, да, просто повторять за автором курса. Я решил, что я хочу сделать немножко по-другому, я буду повторять за автором, но я буду рисовать свою графику, то есть я не буду использовать то, что в курсе было. Я решил, в принципе, делать вот такие вот игры, которые там предполагалось, следуя этому курсу, но со своим графоном. Вот так и началось, в принципе. Интересно, просто интересно, что ты сам занимаешься 3D-графикой, а игры у тебя, две игры, и обе в такой 2D-топ-даун, какой-то шутер получается, вот, и с пиксельной графикой. Это просто потому, что в туторию или была такая игра? В туторию, да, на самом деле те туторы, которые я скачал, я скачал их под 2D-графику, потому что я сразу осознал, что если я буду делать полноценную 3D-графику, я знал, насколько это будет трудозатратно. То есть я просто знаю, насколько долго делать там каждую модельку каждого персонажа или какую-то локацию, если не используя ассеты никакие. Потому что на тот момент я прям был такой, прям какой-то пурист, не хотел ничего не качать, ничего покупать, все хотел сам, никаких плагинов сторонних не использовать, ничего, то есть все хотел сам. И я подумал, если я буду заниматься графикой, если я буду моделять каждого персонажа, каждую локацию, какие-то там, то это займет просто невероятное количество времени, и я не закончу это. Просто я знаю, что, как бы, зная себя, я понимал, что я, скорее всего, через какое-то время выгорю и забью. И поэтому я решил, что пиксель-арт в целом, ну, довольно примитивная штука, то есть, типа, можно, в принципе, там, конечно, есть крутой пиксель-арт, сложный, но в целом, если рисовать в таком стиле, вот как я рисовал, который тоже, я тоже нашел в этом видеокурсе на Udemy, и просто следуя ему, научился, в принципе, рисовать плюс-минус в пиксель-арте. И это упростило просто процесс, потому что создание анимации, то есть, в анимации там нужно всего пару кадров для того, чтобы создать, допустим, ходьбу персонажа, или там, допустим, смерть персонажа, допустим, у меня там состоит из, по-моему, 8 кадров, да, то есть, как его там разрывают на куски. То есть, все это было довольно просто, и это ускоряло процесс. И я подумал, что я буду, наверное, делать все-таки именно в 2D графике, просто потому что это будет гораздо быстрее для меня. И получается, ты делал игру, и параллельно начал выкладывать это все на ютубчике с целью сбора аудитории какой-то. Да, я на тот момент, честно говоря, думал, что это мне поможет собрать аудиторию, и плюс я, на самом деле, ну, мне хотелось делиться. То есть, я, на самом деле, я такой человек, что мне это как-то мотивирует, именно потому что я делюсь какими-то своими результатами. Даже если там у меня на тот момент, у меня было очень мало подписчиков. У меня было где-то 2 тысячи подписчиков на моем ютуб канале, и, в принципе, большинство из них, они не были заинтересованы в играх. Это были какие-то ребята, которые подписаны были там на мои вот эти 3D анимации, да, или я там делал видеоуроки, выкладывал видео, ну, в том числе и видеокурсы какие-то по 3D графике, да. И поэтому я не был уверен, что прям кому-то это прям зайдет, потому что, ну, это была совершенно другая тематика. И, но, тем не менее, просто для себя я выкладывал для того, чтобы чуть попозже, может, посмотреть какой-то прогресс свой, да, чтобы, или потом понимать, с чего там все начинало, потому что, ну, на самом деле, все быстро забывается. Это, в принципе, мне помогало вести такую вот хронику того, что я делал, да. Ну, ты какие-то, ну, в смысле, ты заморачивался с ютубом, ты его каким-то образом продвигал, ты, может, делал какой-то посев, то есть вот все это органически у тебя накапливалось, накапливалось сейчас 22 тысяч подписчиков. Да, на самом деле, что случилось, был такой, как бы, ключевой момент, когда я выпустил Ailment, да, то есть примерно через, наверное, месяца 2 или 3 после того, как я выпустил, я выпустил видос о том, сколько я собрал денег, сколько я потратил денег, да, на игру, как я делал маркетинг, ну, там я вроде как кратко рассказывал, и плюс я еще сказал, сколько я получил денег с нее за вот это вот количество, там, за 2 или 3 месяца после выпуска. И примерно через еще, может, месяц или два ютуб стал просто органически мне набрасывать аудиторию, то есть, видимо, где-то видео попало какую-то рекомендацию, и этот видос стал очень много набирать просмотров. И у меня вот с 2 тысяч где-то, наверное, не знаю, ну, может быть, за год, ну, выросло, наверное, к 16 или 17 тысячам. То есть, ну, как бы, не то, чтобы там супер быстро, но для меня это было быстро, потому что у меня канал, наверное, с года 2006 или 2007, и у меня все это время было 2000. А потом, бац, меньше, чем за год, у меня он уже там больше десятки, я такой думаю, ничего себе. Вот, и поэтому, на самом деле, большая часть аудитории, то есть, те 22 тысячи, которые сейчас есть, это принес именно тот видос, скорее всего, по большей части, потому что там около миллиона просмотров или даже больше сейчас. Ну, то есть, это было вот именно это одно видео, которое повлияло на канал. Ты не пытался каким-то образом YouTube аудиторию перевести в каких-то активное сообщество игроков, например, там, Discord канал завести или еще что-нибудь, что-то пробовал, работал? У меня просто даже не было, во-первых, я, честно говоря, думал, что мне YouTube каким-то образом сможет помогать продвигать мои следующие игры или даже эту. Но потом, через какое-то время, я просто знал, что так как у меня, скорее всего, все мои подписчики это игры делают, ну, или типа, или те, кто пытается, или кто хочет, вот, то, на самом деле, это не та аудитория, которая помогала бы продвигать. То есть, типа, да, оно, возможно, помогает в те моменты, когда я релизжу игру, допустим, я вторую релизил игру, я создал там анонс, говорю, ребята, вот, допустим, я выпускаю игру, посмотрите. Возможно, оно создаёт какой-то вот буст вот эти первые дни, которые, в принципе, полезны, да, но это не те люди, которые там будут приносить какой-то доход. То есть, оно создаёт буст в закачках, но, скорее всего, не создаёт буст в каких-то там внутриигровых покупках или просмотре рекламы. скорее всего тут ничего такого нет я не перевозил никуда то есть я честно говоря не думал о дискорде мне много раз говорит о том что типа заведите скорд и я до сих пор этого не сделал вот и не создавал никого комьюнити потому что у меня даже не было наверно времени на самом деле заниматься этим занимался игрой так как все дело в принципе большей части делал сам то я думал мне еще и время вести это комьюнити у меня просто его не будет вообще смотри перед тем как мы вернемся точнее нет не вернемся погрузимся в геймдев давай еще вам про работу то есть время работал сначала фрилансером потом устроил да то есть у тебя перед глазами была какая-то студия которая успешно работал я работал на самом деле в нескольких компаниях но большинство из них примем фрилансер фрилансер в принципе я все эти годы то есть даже когда я работал на своей постоянной работе нескольких постоянных работах я все равно продолжал фрилансер просто потому что это помогало мне развивать свои навыки потому что ну то есть так как я я устраивался на работу но обычно в офис на работе это такая какая-то возвращается какой-то момент в рутину которая в которой ты застриваешь и нет никакого абсолютно развития то есть ты просто все время делаешь одно и то же да и именно фриланс проекты помогали мне развивать свои навыки. И в какой-то момент, то есть я поработал в Украине сначала, а потом в 15-м году я захотел, мне захотелось попробовать поехать в другую страну, куда-то поработать. И я, на самом деле, у меня подход, кстати, такой идентичный, что я вот искал работу за границей, что я занимался маркетингом. Я просто написал огромное количество писем. То есть, когда я искал, допустим, работу за границей, я даже не думал о какой-то конкретной стране. Я просто написал, зашел на какой-то сайт международный с вакансиями и написал порядка, не помню, по-моему, 500 писем, имейлов просто разослал и со своим портфолио. И мне там ответило тоже то же самое. Это же такая же штука, как и с маркетингом. Тоже отвечает порядка 5%, или даже того меньше, то есть из всех этих писем. И в итоге нашел работу в Англии. Переехал туда в 2015-м году и прожил там, в принципе, где-то года 3,5 я там прожил, или 3, около того. И вообще там с одним одним действием нашел работу в Англии, да? У тебя было какой-то портфолио, просто разослал 500, 25 откликнулось, из них с одним ты договорился. Да, там были разные страны, зарплату, чтобы переехать в Лондон и там тусить. Это не был Лондон, это был небольшой городок, который можно сравнить с каким-то, ну, прям там совсем маленький, 200 тысяч населения, это какой-то, как он называется? Бормут называется. Вот. И он совсем небольшой, но там много было как раз универов, вернее, как немного, там 3 или 4 универа, которые конкретно учат графики молодых людей, вот. Ну, так совпало просто. И я переехал работать туда, меня пригласили в креативное агентство, но вообще, хоть они назывались креативным агентством, но на самом деле они по факту занимались визуализациями архитектурной, архитектурной визуализацией. Вот. И я попал в то место, где, в принципе, с одной стороны прикольно, мне всегда хотелось жить в другой стране, а с другой стороны, работу, которую я делал, я ненавидел, потому что я стал заниматься только архитектурной визуализацией. То есть никаких ни персонажей не было, ничего, не связано ничего ни с играми, ни с чем. Я постоянно делал интерьеры, экстерьеры, вот. И примерно через год я уволился просто потому, что я уже не мог этого терпеть, и я перешел в другую контору, тоже в Англии. Та контора уже мне позволила немножко поездить, потому что она была, она не привязывала меня к рабочему месту, к офису. Это была удаленка на английскую контору. И у них как раз уже были вот проекты более менее интересные. Там были уже анимации персонажей, но более разношерстные проекты. Вот. И после этого... Что было за вопрос? Я забыла. Нет, нет, давай дальше. Что после этого? Где ты дальше жил? После Англии куда-то? Да, да, да. После Англии, пока я жил в Англии, я решил, что я хочу попробовать. Ну, мне немножко... Не то, что мне приелось, да. Я просто понял, что это не совсем та страна, где я бы хотел там продолжать жить. И в какой-то момент мне пришла идея, что может неплохо попробовать поехать в Испанию. Вот. Я переехал в Испанию, поучился там в языковой школе какое-то время, научил испанский язык. И с помощью своей... Все еще у меня была британская виза рабочая, да, то есть я продолжал работать на эту компанию удаленно, то я по факту работал и получал зарплату в Великобритании, платил налоги, а по факту жил в Испании, в Мадриде. Вот. И тоже получил вид на жительство благодаря как раз виду на жительство английскому. Потому что то есть по-другому у меня не получилось из Украины это сделать. Я, в общем, использовал английский вид на жительство, чтобы получить визу в Испании. И после этого я до сих пор, то есть ну вот я буквально уволился с этой работой на эту британскую контору вот буквально месяц назад. То есть до этого все время, я все эти годы, с 2016 года я вот работал на эту контору. Ну вот. Ну и параллельно занимался... Я уже тогда не фрилансил, то есть я вот с 2017 года или 2018, когда начал делать ailment, я перестал фрилансить и... Ну и вот стал больше заниматься играми, но с перерывами. Потому что то есть наступали какие-то моменты, когда я либо выбирал, либо я переключался на какие-то... У меня были другие проекты. Ну это не фриланс даже был, это были что-то... Какие-то разные вообще штуки абсолютно. Вот. И теоретически просто выключался из геймдева и... Ну вот сейчас уже планирую плотнее заняться этим. То есть получается, что ты сейчас находишься где-то в Испании около Мадрида, да? Сейчас в Барселоне на данный момент конкретно. Ну то есть плюс-минус там. У нас в Барселоне как раз наши главные партнеры находятся. Я пытался пробраться, но меня без этого актива не пустили. Понятно. Не судьба. Не судьба. Не судьба. Потустили. Ну ладно, давай. Круто. Очень круто, реально круто, что ты просто взял, сделал, переехал. Это, ну как бы, мне кажется, для многих может стать мотивацией. Потому что, на самом деле, ничего такого слова нет, да? Ну да. А если у тебя есть портфолио, если у тебя есть какие-то наработки, просто разошли и это сработает. Так, давай вернемся к, точнее не вернемся, давай наконец-то про геймдев. Первая игра. Ты начал делать туториалы. По туториалам делал игру. И вот, видимо, у тебя потихонечку-потихонечку начала вырисовываться какая-то идея. То есть операционным процессом ты вот ее развивал. Как ты в итоге пришел к этой идее? Смотри, получается, вот когда я начал, то есть примерно три-четыре месяца спустя, после того, как я там скачал самый первый тутор, я подумал, что окей, так, я уже немножко там поработал в разных жанрах, ну так, хотя бы приблизительно. И мне хочется делать прям что-то свое-свое. То есть не просто там повторять за кем-то, да? И я решил, что мне нужно найти какую-то игру, которая, в принципе, мне бы зашла. То есть просто в нее поиграть и посмотреть на мобильный телефон. Потому что я решил, что все-таки буду на мобильный телефон делать игру. Вот. И решил, что нужно по что-то поиграть и уже там решить из тех игр, которые я поиграю, может на что-то... То есть сделать игру на что-то уже похожую. Чтобы было немного легче, а не прям что-то какое-то там новшество. И я нашел игру, она до сих пор довольно популярная, называется Soul Knight. Это такой же вот топ-даун, по факту, шутер, да? Я использовал, в принципе, там очень все похоже. Прям вот у меня в комментариях новый ребят писал, что прям игра, прям клон и прочее. Вот. Но единственное, что я хотел поменять атмосферу, что мне не нравилось Soul Knight, что там не было абсолютно никакого сюжета. А мне очень хотелось делать сюжетную игру, потому что мне просто всегда обычно в играх привлекали именно истории. И так как я был, в принципе, большим поклонником игры Fallout, ну старых, старых игр Fallout, которые там еще там первый, второй, то я хотел сделать какую-то очень похожую атмосферу. Понятно, что я не смог бы сделать от такого объема игру, но мне хотелось просто, чтобы какая-то атмосфера, хотя бы какой-то дух был, вот, перенести в available от Fallout. И после этого я уже придумал какой-то сценарий, какой-то написал, да, написал сценарий, примерно понимал, какой будет внешний вид. И, ну, в принципе, начал делать наработки по чуть-чуть, уже вот так собирать все это дело. Но по прошествии, наверное, месяцев трех-четырех я выгорел. Ну просто потому, что я очень много работал. На тот момент у меня было, я тогда еще работал, я только начал работать вот на этой удаленной работе в Англии. И, то есть, после там рабочего дня, мне хотелось еще садиться, допустим, или в перерывах, или с утра, или в обед. Еще там часа, ну, в день суммарно, наверное, тратил еще дополнительно часов пять, наверное, да, плюс к рабочему дню, вот, на отработку игры. И выходные тоже, в том числе, да. И просто я в какой-то момент, я, я думал, что игра вот уже, вот, ну, наверное, процентов шестьдесятый, так на тот момент я считал, что сделано, да. И это был, наверное, август семнадцатого года. Я просто полностью выгорел и вообще забил. Просто забил. И потом я еще в восемнадцатом году пытался несколько раз к ней вернуться. Это тогда я уже переехал в Испанию, как раз ходил в эту языковую школу, и там после языковой школы там что-то пытался поделывать. Но тоже все очень шло очень медленно. Я тоже все это оставлял, все время кладывал в блоки ящик. И в целом вообще за восемнадцатый год я забыл полностью все навыки, которые я приобрел до этого. И только в девятнадцатом году я подумал, как вот эти вот New Year's Resolutions, да, которые делают все, ну, кто-то делает, кто-то нет. Я подумал, что окей, так все, начиная с девятнадцатого года я ее закончу, так или иначе там зайдет, она не зайдет, просто хочу ее закончить. И где-то вот в в середине февраля или января я продолжил. И, по-моему, к маю... Да, я поставил... А, что хорошо, что я сделал, я поставил себе дедлайн. То есть тогда, до этого, когда я работал в семнадцатом году, то есть я просто... Я работал абсолютно не думая о том, когда я ее закончу. То есть я не знал, сколько там времени займет это все дело. Вот. И... Но в девятнадцатом году я поставил себе дедлайн. Я решил, что я закончу ее, там, начало мая. И я, на самом деле, закончил ее к апрелю. То есть я ее закончил к апрелю. И я ее выложил тогда, я помню, читал или смотрел какие-то видео о том, что люди советовали, ну, какие-то там тоже осмотрел каких-то игроделов, вот. И они советовали, что неплохо бы забезть игру, но заделить ее в софт-ланче. То есть там выложить на тот же Google Play и просто посмотреть, что скажет аудитория. Допустим, если появилась какая-то аудитория, вот. Я так и сделал. Я выложил ее в софт-ланч в апреле. И просто полилась куча просто говна. Прям полилась очень много, да. То есть очень много людей... Да. Люди хейтили, люди писали, что, типа, там что-то непонятно. Ну, для меня оно все было очевидно, потому что я же отрабатывал, да, какие-то механики и прочие, какие-то моменты, интерфейсы, разные всякие штуки. Вот. Но людям было многим непонятно, и они меня прям, типа, заливали все оценки. Ну, вернее, оценки же не было пока на софт-ланче. То есть все комментарии приходят лично мне, да. Вот. И я стал все это судорожно просто исправлять. Просто судорожно. Ну, и я даже не помню, что я там... Я много чего отсеивал, конечно, потому что были какие-то, ну, мне казалось, глупости прям, да. Но я даже не помню, какие, но помню, что, типа, много отсеивал. Но много чего я прям почерпнул, и я понимал, что там просто уже выбирал, допустим, когда мне там писало, там, 20 человек об одном и том же баге или какой-то вещь, о котором хотелось бы исправить, я тогда, окей, это точно нужно исправить. Вот. И я за 2-3 недели, по-моему, все, ну, то, что большинство того, что мне пристало, я исправил. Тогда как раз началась вот прям вот эти 2 недели, прям началась работа-работа. То есть до этого то, что я работал там 5-4 часа в день, плюс к своей работе, это было так себе. Потому что потом уже началась как раз вот эта вот правка всех этих моментов, это просто был адок. И после этого я ее запустил уже, зарелизил ее, это было, по-моему, 1 мая, вроде бы, 19-го года. То есть ты в срок уложился? Я в срок уложился, да. То есть я в срок уложился. Но дело в том, что как бы я все это время потратил на разработку, но я не особо, я думал, что мне нужно будет как-то делать маркетинг, но все время была какая-то такая надежда. А вдруг она там как-то, ну, стрельнет там, я не знаю, или там как-то вдруг, вдруг откуда-то появятся закачки. Вот. И, ну, чудо не произошло, на самом деле. То есть как бы там ее поначалу там качали люди, которые, я не знаю, где-то там, наверное, потому что она была в Соткланче, наверное, люди заходили в Early Access, и они там могли увидеть ее. А потом она я зарелизил, как бы, никто о ней не знает. Все, типа. И что я делал? Ну, я понял, что, окей, мне надо теперь как-то собраться, и нужно тоже как-то делать маркетинг какой-то. Я тоже там насмотрелся, я скачал какой-то даже курс на Udemy, тоже там, как посоветую, как, ну, не конкретно игр, да, продвижению, а просто приложений на маркетплейсах. Постоянно играть на Udemy, я так понимаю. Постоянно клиент. Да, я просто, на самом деле, я сам записывал курсы, ну, по 3D-графике на Udemy, и поэтому я просто... там, на самом деле, много чего прям хороших-хороших вещей есть. Там много, в принципе, не очень, но есть прям, бывают такие очень-очень здоровские курсы, которые там стоят по 10 долларов, и там на 20-30 часов прям очень полезная информация. Поэтому я прям люблю. Какие там были рекомендации, то есть что ты начал делать? Рекомендации были, вот, допустим, по продвижению предложений, что... Вернее, как, даже не... Честно говоря, я, наверное, сейчас не вспомню конкретно, какие прям рекомендации были, но я просто, ну, могу вспомнить то, что я делал. Там, наверное, такая была сборная солянка, потому что я отчасти смотрел эти курсы и продвигал... А, там, допустим, по поводу предложений там очень много было про ASO, то есть нужно было вот это ASO делать, да, то есть обязательно... Я его, честно говоря, отчасти вообще я пропустил, потому что я не знал, как ее делать. То есть там было настолько все как-то умудренно рассказано, что я подумал, да, может, ну и к черту, может, не так обязательно. И у других ребят я подсмотрел, что они рассказывали, нужно обратиться... Да, это, по-моему, или статья была, или какой-то видос, что нужно обратиться к этим редакторам разных каких-то онлайн-изданий, игровых, да, с которыми можно, в принципе, договориться, там, за деньги, или, может, бесплатно, или еще как-то, или просто им будет интересно, потому что им нужен будет контент. Просто прислать им, так сказать, питч своей игры. И этим я, в принципе, занялся. То есть я написал какое-то письмо, я сделал там скриншоты в этом письме, потому что я понимал, что просто письмо, текст там, скорее всего, не возьмет, могут просто, потому что они там получают, скорее всего, миллион этих писем каждый день. Я думаю, надо, чтобы что-то зацепило. Я, по-моему, сделал только... Там даже, возможно, была ссылка на видео, на трейлер, и были скриншоты. Я написал тоже очень много писем, тоже вот как с работой, как я искал, да, то есть я написал тоже, не знаю, по-моему, 500 или 400 этих писем разным абсолютно... То есть ты собрал базу сайтов каких-то, типа Touch Arcade, вот что-то такое, да? Да, вот такие... Да, но я делал не так. То есть что я сделал? Когда я смотрел вот этот, ну, какой-то урок, я не помню, что это было, как это все делать, то есть посоветовали делать так. То есть искать примерно игру, которая похожа на мою. То есть чтобы это был жанр, примерно похожий на мою игру. То есть по названию игры, допустим, писать, там, вбивать в Google, там, какое-то название игры и, допустим, ревью. И потом находить статьи, которые были написаны по этой игре, и искать имена вот вверх в шапке или внизу, допустим, того человека, который конкретно написал эту статью. И потом его уже гуглить его email, гуглить его там какие-то там LinkedIn, неважно что, и конкретно ему бросать питч игры, потому что, скорее всего, как бы, ну, ему может быть интересно. И важно, что ли совпал жанр, потому что, возможно, этим человеком, то есть может он там, ну, не знаю, как это работает, на самом деле, в этих редакторов, но, возможно, им интересно, то есть они сами выбирают, а на какую тематику написать, потому что им, допустим, интересно этот конкретный жанр или там другой жанр. Ты писал основную на почту или в социальных сетях? Я пытался найти почту, потому что в соцсетях, ну, иногда можно было достичь, но большей-большей части это, наверное, все-таки письма. Просто было очень тяжело искать вот именно конкретные email-адреса, но когда удавалось, то есть, ну, я прилично написал, я не помню, там, 400 или 300 этих писем написал, и тоже там отвечают тоже немного совершенно, то есть типа тоже там, может, 5 или 7 процентов ответило. И некоторые, на самом деле, ну, некоторые сразу писали, допустим, ценник, сколько такая статья будет стоить, да, то есть, допустим, там, кто-то писал, вот, я заказывал Pocket Gamer, одна статья у них стоила 600 долларов. И тогда мне было очень, типа, тяжело оторвать от души, потому что, как бы, ну, я не знал, заработает игра или нет, хоть что-то, да, и я думал, блин, ну, но потом подумал к черту, попробую один раз, да, и попробовал, заплатил за статью 600 долларов, а за другую статью на Android Gamer я заплатил 300 баксов, вот, и, ну, самаром, то есть, на маркетинг первой игры, сейчас еще скажу, что типа я помимо этого, то есть, помимо тех, тем, кому писал, потому что были некоторые, которые были готовы бесплатно сделать, на самом деле, ревью, просто поиграв в нее, было, были несколько таких человек, и я до сих пор общаюсь, там, вот, я, это был какой-то, там, один из редакторов Android Authority, вот, он сделал бесплатно ревью, и потом, когда я выпускал вторую игру, он мне написал, говорит, я хочу сделать тоже ревью на свою вторую игру, и он потом в итоге объяснил вообще, вот, после того, как он сделал ревью на вторую игру, он потом еще сделал еще одну статью просто так, где он рассказал, что это одна игра продолжения другой, и это была еще одна статья, которая еще дала буст до заказчика, ну, то есть, была такая, только были такие люди, которые просто бесплатно, им реально понравилась игра, они такие, вот, и они вот писали о ней. Помимо этого, я еще, что я делал, тоже, я искал YouTube-каналы, которые тоже делают обзоры на игры какие-то, допустим, не конкретно, потому что обзоры иногда дорого очень стоили, конкретно, если там целый видос подвещен одной игре, прям дорого было. Тоже все ребята писали ценники, потому что все ютуберы прям, все писали ценники сразу же, то есть, типа, не было такого, что там кто-то бесплатно хотел это делать, и были такие, что можно было попасть, допустим, в топ-10, то есть, допустим, одна из этих десяти игр будет там кусочек, там, не знаю, там, на полминуты будет обзор моих, ну, там даже не обзор, это просто типа геймплей, вот, под музыку. И, честно говоря, оно, по-моему, вообще не работает. Вот я, судя по тому, что я увидел, оно практически вообще не дало никаких заказчиков, были такие, что случайно попадали, то есть, допустим, после выхода игры уже были ютуберы, которые делали review, и я смотрел, допустим, ну, это большие там какие-то каналы были, и там вот, да, там, я просто потом смотрел по статистику заказчик, и что примерно в тот день или там на следующем после выпуска этого видео прям был такой большой буст, скачок. Я уже не помню, какой это канал, ну, то есть, какие это каналы были, там несколько было, не сильно много, но были, но вот это вот давало. Ну, вот то, что я плачивал, там, по 15 баксов кому-то, ну, максимум, я платил там 150 долларов за какому-то каналу, но в целом было 15-20, может, 50 долларов, да, за вот такой, типа, вставка в топ-10 игр. Неэффективно оказалось, ну, то есть, вот это вот для меня, по крайней мере. Подвести итог, то сколько примерно ты потратил и времени на первое и на второе? Вот, получается, на маркетинг я потратил суммарно около 1800 долларов, то есть, это с YouTube-каналами, с этими статьями, которые выходили. Вот, в целом на игру потратил где-то 2 500, потому что, допустим, я не считал сюда свое время, как бы, в принципе, многие говорили, типа, ну, ты же еще там свои часы считай, там, сколько ты там, вот. Я говорил, мне было просто в кайф это делать, поэтому я не считал. Все в минусе. Все в минусе, они будут. Если мы будем ставить свое время, то мы будем ставить. Точно, да, точно, да. Вот, и, то есть, маркетинг 2 500, где потратил, это в маркетинг 1800, где-то, и остальные, это было на музыку. Вот, я оплачивал, у меня друг занимался музыкой, треками и звуками для игры. Вот, а по времени вот на разработку, наверное, вот в семнадцатом году месяца 4, и потом еще месяца 3-4 тоже я потратил в девятнадцатом году. То есть, примерно где-то месяца 8, наверное, я вот разрабатывал. Ну, так. Какой, ну, то есть, это оживило игру, да? То есть, ты вот эти действия сделал и пошло-поехало? Да, да, пошло-поехало. То есть, на самом деле, первый месяц, при том, что, знаешь, как пошло, пошло хорошо на iOS. Прям, пошло очень хорошо. То есть, первый месяц, в конце месяца было 100 тысяч закатчик на iOS. На Google Play было хуже, было 20 тысяч закатчик. Но все равно, как бы, я думал, ничего себе, типа, сделал игру, да, там, сделал какую-то... Ну, окей, потратил 1800 баксов, но с другой стороны, типа, раз, такой, смотри, 20 тысяч, типа, уго, за месяц. И там 100. Не мог понять, почему, что получилось с iOS, почему вдруг получилось так, что там 100 тысяч, и чуть позже уже понял, как это после того, как выпустил вторую игру. Оказалось, что на iOS у них есть вот этот фичеринг, который, в принципе, срабатывает там через пару недель после того, как игра запускается. Любая игра. Если, допустим, я знаю, скорее всего, насколько я это читал, пишут, что это именно ручками отбираются эти игры, которые подают фичеринг, который называется New Games We Love. Вот. И она попала в этот фичеринг, и она висит там обычно примерно около 6 или 7 дней. В тот момент я не знал, я уже попозже узнал. То есть, когда я выпустил вторую игру, она попала буквально через 2-3 недели в этот тоже фичеринг, и тоже там очень много закачек вот как раз получила вот в течение этой недели. После того, как я запустил, окей, прошло, наверное, месяц, может, месяц, да, после запуска, или, может, даже больше, мне написали из App Store о том, что они хотят, им нужны материалы для того, чтобы, возможно, в будущем фичерить Ailment. Ну, я удивился на самом деле, я на самом деле удивился, думаю, блин, ну как, ну, может, благодаря именно как раз вот этому New Games We Love, может, там действительно кому-то она очень понравилась. Они прислали мне вот эти вот, сейчас, requirements, как по-русски будет requirements. Типа требования. Требования, да, требования, да, к тому, что я должен прислать, вот. И там нужно было прислать определенного размера картинку, ну, это получается, то есть это тут бэкграунд там какой-то, потом еще какие-то то ли скриншоты, то ли отдельно персонажи, я уже не помню, что-то на альфа-канале, на прозрачном фоне. Вот, я это все подготовил, и после этого они пропали. Ну, то есть, вообще, то есть, как бы, я им отправил, никакого ответа, ни привета я не получил, и прошло, наверное, еще, наверное, месяц-два до того момента, когда они, вот, в сентябре девятнадцатого года, мне кто-то написал о том, что, потому что, когда это все происходит, когда происходит фичеринг, App Store никак не уведомляет разработчика о том, что его игру фичерит, вообще никак. То есть, я просто получил какое-то утром, какого-то там, дня сентября, получил письмо о том, что, поздравляю, там, типа, чувак, твою игру там зафичерили, какой-то вообще левый чел мне написал, просто на мой email, да, что, типа, вот, твою игру зафичерили на Game of the Day, это было то ли воскресенье, то ли, ну, в общем, это просто один день, один день, реально, там, или два дня, вроде как один, когда игру на iOS фичерит, и она вот этот день набрала тридцать тысяч закачек, то есть просто из-за того, что вот она повисела вот так вот, да, и... Но, так как игра в целом была модифицизирована очень плохо, то я, притом, при получаю, то есть вот такие закачки, я не получал практически никаких денег, то есть там просто реально очень было, очень мало было, ну, на тот момент мне казалось, типа, круто, что, на самом деле, деньги, вроде как, неплохие для хобби, но сейчас, допустим, глядываясь, я, честно говоря, ну, можно было бы гораздо лучше все это сделать. Но давай как раз про деньги немного поговорим, то есть ты вложил 2 500 плюс 8 месяцев своего времени, какой доход получался помесячно с самого старта? Помесячно, хороший вопрос. С самого старта, наверное, изначально у меня была вообще монетизация очень плохая, то есть еще хуже чем, она потом стала чуть-чуть лучше, но все равно плохая. Но поначалу я использовал, у меня были какие-то внутриигровые покупки, но они абсолютно, то есть никому не были нужны, потому что я не хотел закламлять игру рекламой, просто я сам, так как поиграв немножко в мобильные игры, у меня очень сильно раздражался, когда там включалась реклама, вот, и решил, что сделать такой, типа, очень какой-то софт подход, и в итоге поставил я Unity Ads, у меня тогда не было ни AdMob, ничего, просто Unity Ads, которые были там стандартно в этом движке, который я использовал, и оно приносило просто копейки, ну, хотя первые два месяца было так, типа, по-моему, получилось, типа, тысячу или две тысячи долларов в первый месяц, второй, может быть, там, тысячу пятьсот, а потом все пошло, ну, на спад, но потом я прикрутил AdMob, по-моему, на третий месяц, кажется, AdMob прикрутил. Это плюс Android, да? Да, это суммарно, да, это суммарно, я просто уже не помню, как разделить там, но, конечно, приносил iOS тогда больше, потому что было больше закачек в целом. Ну, плюс там ACPM же тоже выше. Вот. И потом я прикрутил AdMob, ситуация улучшилась, то есть там игра, может, давала, наверное, семьсот, восемьсот, да, где-то, наверное, семьсот, около семисот долларов в месяц игра мне тут приносила. Потом оно, как обычно, все стало падать, и я, в принципе, ничего такого, я пытался сделать там апдейты, то есть я постоянно апдейтил игру, я делал разные локализации, сейчас, наверное, в данный момент, там, по-моему, 14 локализаций на разные языки, вот. После этого я сделал еще ближе, то есть, наверное, через месяца, ну, ближе к сентябрю, то есть я выпустил ее в мае, а ближе к сентябрю я сделал мультиплеер, который… Ну, я его сделал просто на самом деле для того, чтобы просто попрактиковаться и узнать, как это делать мультиплеер, но он ничего не принес, потому что я его просто очень плохо комплементировал, механика отвратительная, я сделал PvP, то есть просто люди сражаются с другими людьми, которых они не знают, нет никакого абсолютно развития, то есть там просто это такие вот одиночные, типа, баттлы, которые, ну, ты никак не развиваешься, персонаж не развивается, то есть ты заходишь, поиграл там пять минут, вышел, типа, и забыл. То есть комната, в которую можно присоединяться, комната всегда существует. Всегда случайно, да. И там два человека, то три человека, то там один человек бегает, да? Да, 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 то есть вот так вот, да. Ну, плюс там были, я не помню, были там… Да, там были еще, типа, эти, какие-то враги, но которые просто были там, не знаю, они были очень… не знаю, были ли там к чему-то они вообще или нет, вот. И мультиплеер, то есть я просто попробовал, мне было интересно, как это сделать, и… Ну, я его сделал, но он действительно ничего не принес, при том, что я когда… Ну, а, нет, на самом деле был момент, я сейчас вспомнил, что он принес. Я благодаря этому, благодаря тому, что я выпустил мультиплеер, это был довольно большой апдейт, поэтому я смог тогда написать… Я тоже где-то вычитал, что можно общаться с Google Play, и можно, так сказать, тоже пропитчить в очередной раз свою игру, если даже если она выпущена, чтобы они где-то ее зафичерили. Вот, я сказал, что… Я как-то… Где-то я нашел имейл… А, или там была… А, там была такая штука… Indie Corner. Вот. Я написал туда ребятам вот… Indie Corner написал, что вот у меня будет… У меня апдейт моей игры есть, я типа инди-разработчик. Вот такой большой апдейт игры, я делаю мультиплеер, можно ли зафичерить? И они мне ответили, что можно. И тоже прислали там какие-то свои вот эти вот условия, которые я должен был выполнить. И они ее зафичерили. И, соответственно, где-то с сентября, вот как только я выпустил мультиплеер, у меня тоже пошли закачки вверх. Вот. Уже на Google Play в тот момент. Потому что у меня iOS уже начало сильно отставать. Он подупал там за лето. А на Google Play как раз из-за того, что я выпустил мультиплеер, то есть это дало бут, именно потому что это был большой апдейт. Потому что до этого постоянно делал маленькие, и в том числе локализации, они никак не влияли абсолютно на какой-то органический трафик. Ну вот так. Круто, круто. Если про доход говорить 700, а вот когда фичник пошел в Гугле, то сколько скачиваний было и примерно какой доход был? Скачиваний, наверное, было, сейчас я смотрел сегодня, где-то около 2000 в день. Хотя до этого, наверное, упало где-то до 500. То есть до этого было, 500 еще в августе было, это на Google Play. И после этого где-то до 2000 оно подросло, вот благодаря тому, что они стали фичерить игру. По доходу не вспомню, наверное, ничего. Ну, давай какие-то итоги подведем. Да. Вообще, Google и App Store какую сумму примерно вот этот Ailment принес? Суммарно мне за год Ailment принес где-то 1016 долларов. Вот. Так, получается, Ailment принес 16 тысяч за первый год. Да. А дальше что ты начал делать? Я так понял, ты ее выпустил еще на Nintendo Switch? Да. На самом деле ко мне начали обращаться уже издатели, то есть уже в процессе, наверное, ближе к концу года. Даже не так. Дело даже прикольнее было. Потому что в конце 2019 года, я помню, что я как раз поехал в отпуск, и мне в какой-то момент пришло письмо от Google Play о том, что они собираются зафичерить мою игру как одну из лучших инди-игр года 2019-го на Google Play. То есть там не во всем мире, но там был список стран. Там, по-моему, было 7 или 8 стран, где они фичерили как раз Ailment. И я такой думал, что? Я прям не поверил, когда получил письмо, там еще такая медалька была нарисована. Я думаю, блин, очень круто. Но они сказали, что пока что никуда не выкладывать эту новость. То есть о том, что это буквально произошло за неделю до как раз фичеринга. И вот вышел вот этот список там в какой-то момент на разных онлайн-ресурсах вышел список вот этих вот игр, да. И Ailment оказалось, вот там было 5 инди-игр, и Ailment была первая в строчке в этих пяти, но только благодаря тому, что она начиналась на A, на первую букву алфавита. И это было очень прикольно. Зато он сцепился. Да, думаю, неплохо, типа неплохо. И у меня тогда как раз пошел прям очень большой буст по закачкам. У меня... Сейчас, секунду, я просто гляну на компьютер, сколько там было. Там прям такой большой буст, и я помню, у меня приходили эти уведомления, знаешь, которые типа о том, что пользователи оставляли ревью свое. У меня в основном стоп на телефоне. Мне пришлось какой-то момент выключить, потому что у меня приходили все уведомления на e-mail. А e-mail, то есть на Gmail, оно все у меня сразу показывало на телефоне. И у меня просто на телефоне библировал. Он разряжался очень быстро, во-первых, за этой вибрацией постоянной. И это длилось, наверное, где-то недели две. Вот прям вот так вот очень интенсивно. А потом... Потом начало тоже все спадать. И, наверное, в течение... Скольки, наверное, ну... Такой хвост уже начал появляться где-то, наверное, на месяц... Ну вот, наверное, в конце февраля. То есть, получается, в конце декабря это все засветилось. Январь полностью очень активный. В феврале тоже плюс-минус. Но вот в конце февраля все стало уже как-то успокаиваться. Сейчас я посмотрю, как оно как раз дошло. Просто интересно, если бы ты тогда не написал в Индии вот этот корнер, интересно, ну, выбрали ли твою игру... Да, я тоже не знаю, да. Хороший вопрос, да. Хороший вопрос. То есть, это все, знаешь, так, вроде случайности, да, но в то же время они все взаимосвязаны и влияют... Ну, ты на них можешь повлиять. Это греет душу. Да, 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 да. Просто так. У меня получается... А, вот, окей. Декабрь 2019-го у меня за декабрь 230 тысяч закачек. Вот именно за декабрь, да? А потом уже... По 7700 получается в сутки. Да, где-то, наверное, так, да. А дальше уже потом упало до 85 в январе. То есть, 85 было за январь. Ну, и потом, да, на самом деле декабрь получается как раз пиковый был, а потом оно начало падать, и уже в феврале было только 22 тысячи. А потом все выровнялось, как было до этого. То есть, буквально два месяца оно продержалось вот в таком вот режиме. Хорошо. Так, хорошо. Очень круто. То есть, и что в итоге? Ты попал в топ фичеринг, заработал денег. Да. Что дальше? То есть, ты в итоге на Nintendo Switch и на Steam выпустил игру? Да. Ну, на Nintendo Switch и на Steam. На Steam я сам этим занимался. Но, на самом деле, в целом, я подсчитывал даже на данный момент, то есть, в прошествии уже трех лет почти, да, Steam, наверное, собрал баксов 400 за эти три года. То есть, это все, что я собрал. Ну, я не делал никого, ни маркетинга, ничего. То есть, я просто тоже понадеялся, что, может быть, как-то так оно само пойдет. И, честно говоря, он, наверное, устал этим заниматься. И поэтому, наверное, за года три – 300-400 баксов, наверное, максимум. На Steam было по-другому, потому что мне… На самом деле, на Xbox я тоже выпустил. Но это благодаря всем издателям. То есть, в конце как раз 19-го, когда игра зафичерилась… А, даже не так. Когда я на Steam выпустил игру, много издателей, которые, там, собираются портировать игры, там, на Steam, на Switch, на Xbox или на PlayStation, они как раз высматривают вот конкретно на Steam. И вот ко мне они обратились, несколько ребят, одни немцы, и они выпустили, я в итоге с ними писал соглашение, у нас договор 70 на 30 – 70 в мою пользу. Вот. И, то есть, довольно неплохо, потому что обычно 50 на 50 или наоборот – 30 на 70. И они сами портировали при этом? Они все сами сделали, единственное, что они от меня попросили – это только какой-то арт плюс описание. То есть, говорит, ну, то, что нужно для оформления конкретной страницы на Xbox. На Nintendo Switch выпустили поляки, но мне не очень нравится с ними работать. То есть, они не очень сильно занимаются, не заморачиваются они там маркетингом. То есть, допустим, когда бывают какие-то сейлы, потому что, ну, по факту, все игры на Xbox, на Steam, на PlayStation тоже, думаю, они зарабатывают как раз больше на сейлах. То есть, как вот как раз происходят какие-то сейлы. На Nintendo часто происходят сейлы. То есть, у них там есть летние сейлы, есть зимние, есть осенние там на Halloween, и там весенние, тоже есть очень много разных сейлов. И для того, чтобы в них участвовать, ты должен заранее подаваться. То есть, ну, и ты это не можешь делать автоматически, нужно делать это все вручную. То есть, это все мануальная работа. И вот поляки часто забывают про эти сейлы, и поэтому доход, он и так небольшой, на самом деле. То есть, для того, чтобы, наверное, зарабатывать прям хорошо на Nintendo, вот именно конкретно Nintendo, нужно прям, чтобы было много игр. То есть, должно быть много игр, потому что, иначе, ну, это на самом деле, оно не то, чтобы прям копейки-копейки, но оно ниже, чем в сравнении с мобильным телефоном, оно гораздо ниже. Давай разберемся, давай разберемся. Сколько с Xbox, сколько с Nintendo Switch, какие-то цифры? Про Nintendo не могу говорить, просто у меня подписано на NDA, поэтому, то есть, я не могу говорить, я могу просто говорить, что это ниже, ну, в моем случае, да, в моем случае, это ниже, чем на мобильный телефон. Про Xbox… Значит, что это ниже, чем на мобильный телефон? Я бы сказал фраза в раз десять. Вот так вот, то есть, прям совсем печатающе. Понятно, что, когда оно запускается, то есть, первые месяцы, да, это хороший, плюс-минус хороший доход, то есть, там тысячи долларов, да, тысячи, да, не десятки, тысячи, да, но, типа, это все, это лучший доход, который дальше он просто дропает, и все, и все, и потом там получают какие-то гроши, на самом деле. На Xbox это до сих пор неплохо, потому что, при том, что уже прошло три года, то есть, до сих пор на сейлах, благодаря тому, что я, в принципе, с одним и тем же издателем, я выпустил и Ailment, и следующую игру, которую я тоже выпустил на мобильный телефон, вот, и что можно делать на Xbox? Можно делать бандлы, то есть, допустим, если у тебя игры из одной линейки, то ты можешь выпускать, типа, отдельно, сначала только игры, а потом совместно бандл выпускать. И там какая-то скидка есть, ну, то есть, что дешевле покупать бандлом. И это хорошо работает, потому что бандлы очень неплохо продаются. То есть, до сих пор, когда мне присылают помесячно эти выплаты, то вот как раз какие-то хорошие сейлы, допустим, новогодние сейлы или, допустим, какие-то там тоже на Хэллоуин или летние, там бывают довольно неплохие суммы, то есть, типа, это тоже не десятки тысяч долларов, да, но это, типа, там, порядка, ну, там, может, ну, то есть, доходить до, там, одной-двух тысячи долларов. Ну, что неплохо. На распродаже, да? Ты этим занимался параллельно с разработкой новой игры? Или закончил это и потом начал вторую? Нет. Новую игру я вообще, то есть, я пока был... Новую игру я начал разрабатывать где-то в двадцатом году. То есть, я вот, на самом деле, вот я выпустил в девятнадцатом году Айлмент, и я целый год продолжал заниматься все равно Айлментом, потому что я делал апдейты, я делал локализации, я фиксил баги, делал мультиплеер и прочее. То есть, это постоянная была работа. Конечно, меньше, то есть, я уже вкладывал времени, то есть, я не сидел там, может, пять-шесть часов, то есть, может, там, два-три часа в день там уделял, может, или меньше того, да, то есть, на выходных тоже уже не сидел. Но в двадцатом году я уже начал делать, в конце февраля двадцатого года начал делать вторую игру, которая должна была быть приквелом Кейлмент. Вот. И я сделал ее за три с половиной месяца. Она была гораздо больше, то есть, там, допустим, для сравнения, Вейлмент 17 уровней, здесь было, по-моему, около тридцати, по-моему, уровней, я уже не помню, да, около тридцати уровней, они были гораздо больше, то есть, допустим, что тоже, я на самом деле сделал большую ошибку, потому что Вейлмент проходимость уровня примерно где-то составляет средние пять минут, да, может, даже меньше. Здесь я подумал, я хочу сделать размахнуться, хочу сделать побольше, чтобы было интереснее играть, больше там, какого-то контента и прочего, и сделал так, что уровни стали слишком большими, и стали, из-за этого у меня стала отваливаться аудитория, потому что все просили сделать какие-то сейвы посредине уровней, что очень сложно, в принципе, имплементировать. И уровень доходит порядка, там, до пятнадцати минут можно играть в один уровень, или двадцати минут, и это было просто очень, ну, это для игроков мобильный телефон, это не тот формат, то есть, абсолютно тот формат. Но я уже не мог разбить, потому что там очень сложно было бы разбить все это на более мелкие уровни, и в итоге получилось, то есть, у меня суммарный геймплей, по-моему, там, четыре, около четырех с половиной часов, получается, мобильный телефон. Ну, и что дальше? То есть, получается, ты ее сделал за три с половиной месяца, выложил то же самое, да, ты выложил в Google Play App Store и начал действовать по такой же схеме? Да, да, по такой же схеме, точно так же, по накатанной, то есть, я точно так же использовал, у меня уже был какой-то там список вот этих редакторов, с которыми я общался, которые мне ответили, я вот конкретно на ими писал. Тоже писал, вот, Untouch Arcade, Droid Gamers, Pocket Gamer, там где-то платил за статьи, ну, я обычно платил как раз Pocket Gamer. Мне показалось, что вот как раз, я просто никак не вел нормальную аналитику, и поэтому мне показалось, что вот именно после выпуска их статьи у меня появились какие-то загадки. Ютуберам я уже ничего не платил, насколько я помню. Вот, и после этого у меня, сейчас я тоже вернусь к тому, что я тут записал, что как пошло. Сколько денег, получается, ты вложил во вторую игру? Во вторую игру я больше вложил, я вложил, так, порядка 6 тысяч, почти 6 тысяч долларов, на самом деле. Сходу, да? То есть, не сходу. У меня на маркетинг ушло тоже примерно, может быть, 2-200. В этот раз я просто уже сам не хотел делать графику, всю эту пиксель-артную отрисовываться. Я частично отрисовывал, я все-таки решил делегировать, я нанял фрилансера, который тоже там за 1200-2300 долларов отрисовал мне очень много элементов графики, наверное, процентов 70 или даже 80. Вот. На звук я в этот раз потратился больше, потому что эта игра будет длиннее, нужно больше какой-то вариативности в музыке, в треках. Вот. Поэтому тоже там, по-моему, около больше, чем тысячи долларов я потратил. Ну, или около того. Вот. И очень много ушло на локализацию. Я просто понял, что, типа, это вроде как... Ну, мне показалось, что это важно, потому что очень много людей просило, чтобы были разные... Потому что, так как игра все-таки это синглплеерная, она... там есть история. И история, в принципе, была на 8000 слов. То есть она была довольно такой, очень объемной. И именно для этого нужно было делать локализации. И локализации как раз мне стоили такой приличный кусок бюджета, потому что каждая локализация была... То есть на 8000 слов порядка 150 долларов в среднем стоила локализация. И сейчас игра переведена на 12 синглов вроде бы. Вот. И частично я сделал сам, частично там друзья сделали, но большая часть все-таки оплатил. То есть 6000 долларов из них условно там где-то 3,5 ты потратил на разработку и 2 500 на рекламу. Да, 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 да. Как оно сразу пошло? То есть пошло... Пошло гораздо лучше просто потому, что уже у меня была аудитория первой игры. И я помню, что сделал линку в первой игре на вторую игру, да. Вот, и это в принципе помогло. А вторую игру я выпустил одновременно. У меня была и Free версия и Paid версия. Что в принципе тоже было неплохо, потому что типа Paid версия тоже в принципе давала какой-то доход. Но это в Google Play только, да? Да, в Google Play. В App Store только одна версия. Потому что App Store, по-моему, до сих пор не разрешает делать одновременно два одинаковых приложения. То есть нам как-то можно выкручиваться, насколько я помню, никто это говорил. Но я не знаю, как это сделать. Нет, мы недавно так делали. Разрешает. Просто тебе надо упаковать их по-разному. Разные иконки, разные скриншоты и вроде все. Понял, понял. Окей. Вот. Но, кстати, вторая игра зашла лучше. То есть при том, что я потратил на нее в два раза больше бюджет, она зашла лучше. Она мне уже за полгода принесла около 30 тысяч долларов, если не больше. Но потом тоже все подупало. Примерно вот к концу года было 44. То есть 44 тысячи долларов за год в сравнении с первой, которая принесла 16. А 16 с учетом фичеринга, которая Game of the Year? Да, это все, это все. То есть даже с фичерингом, то есть так как монетизация была очень плохая, то вот такая вот сумма получилась. То есть могла быть гораздо больше, если бы я тогда какой-то был опыт. Вот. Слушай, ну вот смотри, 44 тысячи. Звучит так, как будто бы у игры есть потенциал для закупки. Ты пытался настраивать трафик Google Ads, Facebook, что-нибудь такое? Да, я пытался. У меня, кстати, даже тоже несколько раз, я не помню, как это получалось, но мне несколько раз писали сотрудники Google Ads. Вот. Из российского филиала и из, не помню, какой-то другой страны. Вот. Они предлагали, просто у них такая вот была фишка, мол, типа на три месяца они меня ведут полностью. То есть типа я там, допустим, даю им бюджет, а они полностью все сами настраивают. Там, по-моему, тогда еще была вот такая более тонкая настройка, сейчас она уже автоматизирована, такая более простая, а тогда была еще более тонкая. Вот. Они говорили, что мы там все, по-моему, настроим. Вот. И я пробовал, но так как мне немножко давила жаба, что... Они просили бюджет дневной около 100 баксов. Они сказали, что это эффективный бюджет. И я такой думал, окей. Мне тогда игра как раз приносила около 3-4 тысяч долларов в месяц. И я думаю такой, я буду по факту почти весь бюджет, который я получаю, буду просто вкладывать его в рекламу. И не знаю, сработает или нет. Я с ними прогнал две недели. И каждый раз, то есть все, что мы не делали, получалось в минус. Причем, то есть, допустим, там стоимость встала, по-моему, было 20 центов. А у меня получалось доход с игрока 6 центов. И я просто понял, что я не готов. Я не уверен, что оно работает. И в итоге оставил эту идею. По Endurance, да, получается? Это по Endurance, да. По-первых, я не пробовал ничего. Так, хорошо. Ладно, вторая игра пошла лучше. Ты также ее запустил в итоге на Xbox, на Nintendo Switch и на Steam. Правильно? Да, да. Там тоже больше получилось или примерно то же самое? Примерно то же самое. На самом деле, просто в этот раз я уже решил сам попробовать портировать ее на Nintendo Switch. Тут я могу немножко больше сказать, потому что по центрам не могу, но могу сказать просто по процессу. То есть, типа, что вот после того, как я зашел и создал там свой профиль Nintendo Switch, нужно было подать заявку на то, что я хочу быть разработчиком. И вот этот вот опробовал этой заявки и занял примерно 3-4 месяца. То есть, просто до того момента, пока они запробовали. То есть, очень долго. Я уже, честно говоря, даже про это забыл. И в какой-то момент мне присоединили подтверждение, мол, мы вас подтвердили. Для этого нужно было питч-игры. И после этого я смогу заказать вот этот DevKit, который необходим для того, чтобы разрабатывать игру. Сколько он стоил? Сколько он стоил? Сколько он стоил? Сколько он стоил? Я взял какой-то самый примитивный. Было, кажется, 400 евро он стоил. Ну, типа того. И после этого, то есть, где-то через недели три или две, то есть, мне уже пришел этот DevKit. И я, в принципе, стал уже там разбираться за документацией. Там у них на форуме, в основном, все это происходит. То есть, ты просто сидишь на форуме, читаешь, что как кто делает, и таким образом и портируешь игру. И у меня где-то месяц заняло там сделать это управление, портировать ее, потом я ее выпустил. И все. Какой-то доход пошел. Он сейчас тоже. То есть, нужно заходить и участвовать в этих всех сейлах в нужные моменты. Там тоже бывает такое, что сейлы накладываются друг на друга, допустим, какие-то. Потому что, допустим, там был новогодний сейл и был рождественский сейл. И они пересекаются. И ты можешь выбрать только один. Ты можешь либо в том, либо в том. И, допустим, по-моему, рождественский длился неделю, а новогодний – две недели. И ты думаешь, какой все-таки выгоднее из этих двух сейлов? Ну, то есть, там нужно за этим следить. Там все хитро сделано. Какой ты выбрал рождественский или новогодний? Я выбрал рождественский, да. Типа, чтобы Америку, Японию, да, там заходить. Да, да, да. Ну, прикольно. Я бы тоже, наверное, провести. Ну, да. Рождественский. Вот. Так, хорошо. Но все-таки, если оценить результаты, получается, то, как ты это сам делал, да, и то, как эти ребята делали, существенное или существенное различие? То есть, стоило ли оно того? Вот я очень доволен работой вот именно с этими немцами, которые портировали на Xbox. Потому что, ну, вот прям они, я не знаю, насколько там они много вкладывали в маркетинг, но вот до сих пор, то есть, судя по тому доходу, который приходит, я вот смотрю, действительно, как бы, ну, уже игра в суперстарые, вот Element особенно. То есть, они начали портирование в начале двадцатого года, они там за два месяца, по-моему, они еще довольно быстро сделали все это. Выпустили ее, да, они в феврале двадцатого года выпустили. И, то есть, до сих пор бывают на сайлах неплохие такие суммы, которые, честно говоря, удивляются. Я думал, что сейчас, в данный момент, приносила, может, игра там, ну, баксов пятьдесят, но бывают прям, как бы, неплохие деньги, и поэтому я доволен с ними. Поэтому все-таки, я потом сам пытался, кстати, тоже портировать вторую игру Endurance на Xbox, и я сдался. То есть, я просидел с ней около двух месяцев, и я просто сдался, потому что там, по факту, нужно было вроде как... Ну, все, что нужно, допустим, при портировании игры, это настроить управление под какую-то консоль, да, там, либо под компьютер, и настроить сохранение. И вот, часто бывает проблема вот именно конкретно с сохранениями. То есть, настроить сохранение вот это вот, потому что файловая система разная, и я не смог, я не смог этого сделать. То есть, я прямо уже там с знакомыми ребятами консультировался, меня почему-то все время выдавало миллион ошибок. Я в итоге сдался, я написал снова этим ребятам, говорю, ребят, вот, вы выпустили ailment, сможете выпустить Endurance, потому что я просто, я уже не могу, не хочу этим заниматься. И, ну, я просто хотел попробовать, понимать, насколько это тяжело. И, в целом, вообще, я сейчас предпочитаю, я бы сейчас 100% отдавал бы на паблишинг кому-то игру. То есть, ну, вот именно на консоли, потому что, ну, это прям упрощает все. То есть, не нужно заморачиваться так сильно. И эти, в принципе, там, 50%, вот это вот процентов, которые они берут. Ну, с другой стороны, как бы, ну, оно, наверное, того стоит, я так считаю. Что мы прям, ну, каких-то этих и нервов, и усилий, потому что я очень много времени потратил. Я подумал, блин, почему я сразу просто им не отдал, и все. Так, за это время сделаешь новую игру. Точно, точно, да. Так, если говорить про текущий доход с игр. То есть, насколько я понял, ты сейчас уволился с работы. Да. И планируешь прям фулл-тайм заниматься своей студией разработкой игр. Да, да. Правильно? Сейчас какой у тебя доход примерно с игр идет? Хватает ли этого на жизнь? Или ты все-таки это, ну, как, накопил, да? И сейчас садишься делать новые игры? Да, я все-таки накопил. Потому что, то есть, на самом деле, доход до сих пор есть и с Endurance и Salmon. Он суммарно где-то составляет, наверное, 100 долларов. Ну, может, почти штука будет, да? Может, тысяч долларов в месяц будет, да? Это, наверное, это без консолей, это только мобильные. А консоли, может, еще приносить, я не знаю. Ну, окей, пусть будет тысяча двести долларов где-то так в месяц, да, в среднем. Но, в целом, допустим, для того, чтобы жить в Украине, ну, типа, можно, да, на эти деньги нормально жить в Украине. Плюс-минус. Но, допустим, где-то за границей, допустим, тоже в Испании, то это прям, ну, едва ли. То есть, типа, аренда, квартира и прочее. Вот, поэтому, все-таки, это, да, ну, у меня какая-то финансовая такая подушка, чтобы, в принципе, это могло мне помогать дальше жить и делать игры в том числе. И какой у тебя план действий сейчас? Сейчас, ну, я, в принципе, начал в том году тоже делать третью игру, которая, в принципе, похожа по механике. Но единственное, что я решил сделать в этот раз полностью мультиплеерную игру. То есть, здесь уже не будет никого сюжета. Она уже не пиксель-арт. То есть, я уже платил художнику, тоже 2D-художнику. На самом деле, потом через какой-то момент я понял, что, на самом деле, не очень хорошая идея была. Там надо было все-таки, как ты говоришь, там, нишу поискать и прочее, а не делать все время. Ну, в принципе, ошибку сделал. Но у меня сейчас просто такой незакрытый гештальт и хочется вот ее закончить, потому что она там, ну, там уже прилично сделана и вложено денег в том числе. Я хочу ее закончить, а дальше уже буду по более разумному подходить, как просто к этому, к выбору там ниши и разработки игр в целом. Слушай, ну, если у тебя есть две игры с какой-то органикой, мне кажется, ты можешь их залинковать и это может там, ну, буст реально дать. А по поводу игры, то есть это что будет? Это, ну, типа просто... Это тоже топ-дауншутер. Или... Нет, это будет больше похоже на вот эту вот механику старого Battlefield, когда у тебя есть несколько точек, и у тебя две команды, которые одна на другую, да, и ты должен удержать по факту... Ну, окей, конкретно в этой игре. То есть будет пять точек, ты должен в течение какого-то времени удержать большее количество точек. То есть больше чем твой оппонент. Вот такая вот механика простая. А на чем сейчас игра пишется? Я делаю на Unity. А как мультиплеер делаешь? Мультиплеер тоже делаю через Photon, как и в Ailman. Ну, в целом мне решение нравится, но довольно простое мне показалось, как для человека, который, в принципе, не занимается программированием, что до тех пор я там не классно кожу, да. Вот, но... В целом, ну, как бы, оно довольно доступно. Много есть утором, кстати, по нему, и что очень удобно, поэтому делаю на Photon. А когда будешь лизить? Планирую, что это будет, наверное, через месяц два с половиной. Вот так, да. Понял. Слушай, еще ты мне рассказывал, что у тебя была какая-то сделка по издательству с Китаем. Да, да. В целом, все хотят, знаешь, что-нибудь в Китай продать. Да, да, да. Расскажи про это. То есть, какую игру ты туда в итоге отправил и какие результаты? Да, хорошо. Получается, со мной тоже связался какой-то момент... Ну, обычно очень много со мной прислало мне писем разных издателей, в том числе из Китая. В какой-то момент я сначала отказывался, а потом подумал, что, ну, почему бы нет, какой-то будет дополнительный доход, потому что в Китай самому не попасть, да, то есть никак я не могу опубликовать там игру. И я согласился. Какой-то небольшой совершенно издатель, они называются EMA Games. Я о них раньше ничего не слышал, посмотрел на их страницу, ну, вроде много там у них игр разных было. Ничего из каких-то знаменитостей там не было, ну, вроде как бы ничего было. В целом подумал, ради бога, попробую. И знал, что там очень тяжелый длительный вот этот легальный процесс, когда они все это должны как-то регистрировать. И, получается, я с ними договорился о том, что я хотел делать, и чтобы, допустим, мне одни издатели говорили, и чего я не хотел делать. Я не хотел абсолютно, то есть так как я уже устал от этих двух игр и поддержки их, да, то есть я просто говорил сразу, что, ребята, я поддерживать не буду, апдейты делать не буду, ничего делать вообще не хочу, хочу просто отдать и хочу получать деньги. Вот. И они сказали, окей, без проблем. То есть с этими ребятами договорился, что они просто забирают игру, они все сами делают, все сами портируют. От меня там тоже они только просили какой-то арт, но который уже был, то есть просто нужно было как-то его там достать. Вот. И я им прислал этот арт, они полностью всем занимались. Мы поделили доход 50 на 50, так мы договорились. И они весь процесс запустили в мае двадцатого года, ой, двадцать первого года, двадцать первого года в мае. Выпустили, то есть легализация и всех этих вопросов, а выпустили игру они только через три или четыре месяца в конце сентября. На китайском. То есть это очень долго было, очень много времени заняло. И это они выпустили Ailment, я им обе игры отдал и Ailment и Endurance. И после этого они сказали, что они не будут пока выпускать Endurance, они подождут, пока немножко раскачается Ailment. А после этого к концу, как раз они перед Новым годом выпустили Endurance тоже. Но все довольно как бы печально, потому что, с другой стороны, я особо на что не рассчитывал. Доход в целом где-то до 100 долларов в месяц. С обеих игр, да, получается? С обеих игр, да. Примерно вот такой вот он довольно низкий. Он стабильный или тоже непонятно? Нет, он тоже. Вначале он был больше, сейчас он упал. То есть это среднее где-то 100. То есть поначалу может там было 200 долларов в первый месяц, а потом он где-то был, не знаю, 80 или типа. Угу. Интересно. То есть если только количество он брать, да? Да, если количество. Либо другого издателя поискать. Ну да, да, да. Либо другого издателя, да. Интересно. То у нас игр уже прилично. Я тоже думаю, то ли заморочиться, но понял, что может не стоит. Ну да. Хорошо, хорошо. Иван, давай, последний вопрос у меня есть по медиации, да, потому что я смотрю, что там время подходит к концу. По медиации, насколько я знаю, ты сначала использовал Appadil, потом использовал Udo. Да, почему ты не дошел до IronSource до сих пор? Смотри, на самом деле немножко по-другому было. Я использовал AdMob, после этого я в какой-то момент со мной связались ребята с Udo One, да. Они мне изначально предложили как, вернее даже не так. У них открылась тогда на тот момент программа, они помогали инди-разработчикам, и они заодно тестировали вот свою медиацию. У них тогда что-то буквально только появилось. Вот. И меня что подкупило? То, что они прямо мне сказали, вот смотри, мы сделаем для тебя прям PDF-файл, где мы тебе пишем советы по тому, что изменить в игре, чтобы улучшить в целом монетизацию, всю логику монетизации. И я там что-то почерпнул, там, 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 какие-то послушал от них советы, поставил вот это их решение по медиации. Дэшборд не очень мне нравился, но в целом оно выдавало не такие результаты лучше, чем AdMob. И я, в принципе, до сих пор, на самом деле, с Udo One, я попробовал в какой-то момент, я, в принципе, знал об Apple Deal, и мне захотелось просто попробовать для интереса, то есть будет ли какая-то разница. Я вокруг был Apple Deal, я недолго, честно говоря, с ним просидел, то есть я, наверное, запустил, по-моему, на неделю буквально медиацию с Apple Deal, полностью убрал Yoda, и что мне показало, ну, мой тест, да, что Apple Deal, в моем случае, выдавал ECPM в два раза ниже, чем Yoda. И вот эта вот неделя. И я подумал, ну, наверное, все-таки Yoda. И плюс Apple Deal, вот мне не понравилось, что у них там какие-то отдельные сетки, нужно самому настраивать, тот же Facebook и прочее. И я подумал, да, я не хочу с этим заморачиваться, очень много времени, меня это прям сжирало, а у Yoda все было готово. То есть все просто, я не знаю, как они это делают, на самом деле, там же какие-то профайлы должны подвязываться, я не знаю, как они это делают, но оно все уже было в готовом решении, ты просто интегрируешь этот SDK, причем довольно просто, и очень хорошая поддержка, там пишешь, они тебе прям создают в Skype канал отдельный для тебя, там все тебе отвечают на все вопросы со скриншотами и прочим, вот. И мне поэтому очень понравилось. До сих пор с ними хорошо общаюсь, и мне пока понравилось. Да, Иронс не дошел, но, наверное, по той же причине, насколько я знаю, там тоже отдельно подключаются какие-то сетки, и по этой причине я просто не хочу вообще этим. То есть, ну, сейчас уже, наверное, у меня какой-то бюджет уже есть, я подумал, ну, возможно, я попробую, потому что, ну, типа, допустим, каких-то людей нанять, которые это для меня сделают. Потому что сам, я как сел, я вот сападил, я подумал, о, нет, я не хочу, прям, я бы застрял там и все. Я первый раз слышу хороший отзыв, честно, о Юду. Да? А что, обычно плохие говорят, да? Да, обычно, во-первых, если Юду, вот я, например, вижу игру, которая продается, и в нее Юду, я понимаю, что если я Иронсорс интеглирую, то будет там x1.5x2. То есть, у меня сразу говорят, о, ну, тут можно x1.5 сделать, думаю, нормально. А, окей. Но, честно, в итоге мы ни одну не купили с Юду, вот недавно только вот купили с Юду, и сейчас устанавливаем Иронсорс. То есть, мне пока не с чем сравнить, но потом, как сразу. Интересно, интересно будет, да? Да. Потому что мне было бы круто, да. Юду, типа, не очень, вот, но интересно. Просто, ну, действительно, первый раз я слышал хорошие обзывы. Хорошо. Иван, давай подводить такой итог. Получается, что, в целом, ты 4 года, примерно, да, занимаешься геймдевом, получается. Да, выпустил две игры, ты попробовал и поработал как пиар-менеджер, да, ты по публикации, это очень прикольно. Кстати, редко кто по этому пути идет, поэтому это было очень интересно. Вот, вышел на разные платформы, Steam там не очень сработал, но, например, на Xbox неплохо получилось, на Nintendo Switch какой-то доход получился, собрал аудиторию на YouTube. Вот, сейчас делаешь мультиплеерный проект, то есть все так по шагам и еще ушел с работы, что очень круто. Да. Пройдя этот путь, скажи два-три совета, короткие, начинающим разработчикам, что им сейчас стоит делать, ну, чтобы вот достичь, ну, какого-то результата. Окей. Я думаю, что очень важно, это прям супер важно, это маркетинг, то есть какой-то маркетинг хоть какой-то, он обязательно, это прям, это очень большой кусок. То есть, что бы вы ни сделали, насколько бы оно крутым не было, без маркетинга никто об этом не узнает. Вот, правда, никто об этом не узнает. Еще совет, наверное, такой, что нужно ставить тоже себе какие-то конкретные сроки, потому что без сроков прям очень тяжело двигаться к чему-то. если ты не знаешь, когда это закончится, то, скорее всего, до этого момента ты можешь вполне выгореть и забросить это все дело, потому что ты не будешь видеть никакого, ну, никакой отдачи, да, никакого фидбэка не будет и в итоге ты потеряешь всю свою мотивацию. Третья? Черт знает. Черт знает. Черт знает. Пусть будет два. Пусть будет, ладно, пусть будет два. Ну, ты предавал начинающему разработчику вести свой YouTube-канал? Если это помогает мотивации, то в целом YouTube-канал, да, ну, мне это помогало. То есть мне помогало то, что я получал какой-то фидбэк от людей в виде комментариев, они говорили, о, прикольно, о, когда, или спрашивали там что-то, какие-то моменты, там, а что будет в этой игре, там, еще что-нибудь. Это, как мотивация, это помогает. Как пиар, тут трудно сказать, тут нужно просто, наверное, уметь это делать так, чтобы, допустим, если хочется собрать аудиторию именно из игроков или их-то людей, которые не связаны с геймденом, не разработчиков, да, тут нужно делать какой-то прям интертеймент. Это не должна быть типа разработка, там, я типа делаю какую-то фичу в игре или... То есть нужен другой подход, тогда это, в принципе, может способствовать тому, что к нужному моменту будет хоть какая-то аудитория. Может, это будут не игроки, но они будут заинтересованы в целом в этом. Поэтому, ну, да, не знаю, по поводу YouTube. Ну, может быть, да. В принципе, как-то неплохо, да, неплохо. Но маркетинг обязательно. Какой-то там какой-нибудь должен быть 100%. Спасибо большое. Ребят, в комментариях напишите Ивану вопросы. Вот, я ему скину ссылочку. Надеюсь, что Иван уделит время поотвечать вам. Это раз. Второе. Ссылочку в описании оставим на Ивана канал. Вот, можете зайти, посмотреть. Но вам нужно знать английский язык, да, потому что Иван на английском языке ведет. Но, по крайней мере, посмотреть. Там статистики очень много выложил Иван. Я, собственно, так и нашел его канал. Смотрел разные каналы и нашел. Вот. Вот. Был очень рад познакомиться, пообщаться. Вот. Познакомились мы давно, конечно, но пообщались. Наверное, первый раз. Вот. Поэтому, спасибо большое, Иван. До встречи. Тебе спасибо большое, что я смотрю давно свой канал уже и очень-очень супер познавательный. Я, честно говоря, не вспоминаю, ну, это такая, знаешь, типа, немножко отойду от тематики, там, игр, ну, не игр даже, а просто от того, что я рассказывал. Очень прям нравится контент, потому что, ну, нет такого контента, вот, честно говоря, ни на англоязычном рынке, то есть нигде. Я думаю, тебе стоит как-то и в том числе перейти, возможно, или делать какую-то ветку еще на англоязычный какой-то YouTube-канал, потому что такого контента нет вообще. То есть, как у тебя, настолько подробного, настолько детального, настолько полезного, вот именно тем ребятам, которые занимаются играми, прям, ну, вот, вообще нет. И это прям реально очень круто. Спасибо. Спасибо, Иван. Это греет душу. Слушай, а на самом деле у меня есть канал на английский, там даже тысяча подписчиков. Вот. Просто реально очень много сил надо, чтобы на английском записывать. Я вроде нормальный английский, я веду переговоры на английском, созвоны, у меня там есть сделки на английском, но канал на английском, то есть я просто понимаю, что я говорю на английском медленнее, чем думаю на русском. Из-за этого речь получается не такая связанная, не такая интересная, и поэтому ретеншн в видео на английском там резко ниже, чем на русском, да. У тебя, конечно, идеальный английский, у тебя там вообще нет. Я приятно слушать, а вот мне надо над этим поработать. Но я хочу. Я хочу. Да. Было бы круто. Я думаю, что у тебя будет, ну, потому что аудитория все-таки шире англоязычная, и прям очень много людей, которые занимаются этим, знаешь, и такая инфа очень будет полезна. Потому что, ну, действительно, никто не дает такую информацию. Особенно вот эти интервью, которые ты берешь, у ребят, вот, я понимаю, что это, наверное, тяжело будет, если, допустим, вести канал, еще и брать интервью, то это надо как-то либо переводить его, либо с субтитрами, не знаю. Но очень такая, очень инсайдерская инфа, которая очень прям полезная. Круто. Спасибо большое. Вот слушайте Ивана, подпишитесь, если вы не подписаны на мой канал, и зайдите в комментариях, напишите вопросик. Вот. Обсудим результаты Ивана. Ладно, все. Спасибо. Да, спасибо тебе. Да, давай, да. Пока-пока.